Туманности и горы, ангелы и балерины. Серия фотографий среди миров – одна из самых красивых и загадочных на выставке. Посетители предполагают, фотохудожник запечатлел причудливые формы облака или дым в небе. Но все оказывается куда приземленней. Трещины на ноябрьском льду. Потому что мы чаще видим это там, наверху. Но никому в голову не приходит посмотреть под ноги. Наступить на первый лед на озере и увидеть вот это небо там, в толще льда. «Черный квадрат Фиделя» серии фоторабот Кристины Кормильциной отражает настроение простых кубинцев и их отношение к смерти национального лидера. Когда все ленты агентств были заполнены новостями о том, что Фидель скончался, мне показалось, что было бы очень интересно для меня оказаться именно там, где народ прощается со своим национальным героем, своим вождем. Пожалуй, в истории таких случаев очень немного. И поэтому интересно было действительно запечатлеть это историческое событие. В галереи «Новое пространство» почти две сотни фотографий и десятки фотографов. Здесь подводят итоги восьмого открытого городского конкурса «Самарский взгляд». Мы больше стали соответствовать названию нашего конкурса «Самарский взгляд». Очень много фотографий связаны с городом, с жителями города. И что самое интересное, вот этот «Самарский взгляд», называется «Самарский взгляд», но еще есть некий такой взгляд на Самару и самарца, людей из других регионов. Вы открываете звездный путь российским молодым фотографам. И немолодым тоже. 70-летний победитель в номинации, он омолодел. Он вчера, когда не знал, что об этом омолодел, сейчас его вижу, он помолодел лет на 10. Авторы представили работы в номинациях «События», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «Люди и повседневная жизнь» и новые в этом году номинации «Город, который любит футбол». За время своего существования конкурс «Самарский взгляд» стал одним из самых престижных среди тех, что проводится в России. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События.